Привет, меня зовут Саша, вы на канале Чужаки и сегодня я хочу рассказать о поляке, который изменил мир, который ускорил цифровую революцию, благодаря которому появились вот такие вот вещи, благодаря которому появились ноутбуки, смартфоны в том числе, которые есть у каждого и камера, которая меня сейчас снимает, но который был неоправданно и очень долго забыт на своей родине в Польше. Давайте прежде чем начнем, еще раз проверим, подписаны ли вы на наш канал. Это очень нужно сделать, потому что нам нужно 10 тысяч подписчиков, это очень важная для нас цифра. Также не забудьте поставить лайк, потому что это помогает продвигать ролик. Если вы хотите поддержать наш канал, вы можете стать нашим спонсором на ютубе, нажать кнопку спасибо, либо поддержать нас с помощью патронит. Это помогает нам делать ролики чаще, больше и лучше. Сегодня мы будем говорить про человека, которого зовут Ян Чехральский. Ян Чехральский это химик, который изобрел метод Чехральского. Этот метод позволяет выращивать большие объемные кристаллы, необходимые в всей электронике, технике и так далее. Но про это я скажу чуть позже. Я хочу рассказать про него по нескольким причинам. Дело в том, что до того, как переехать в Польшу, я работал в лаборатории роста кристаллов. И метод Чехральского это то, что является некой такой базой в работе по росту кристаллов. Во-вторых, мне кажется, что про него нужно рассказывать, потому что ему как-то очень мало уделяется внимания. У него очень интересная судьба, которая достойна кинофильма. Я надеюсь, что может быть этот ролик повлияет на что-то в мире и про него наконец-то снимут фильм. Ну и в-третьих, если вы смотрите наш ролик и готовитесь переезжать в Польшу или готовитесь к карте поляка, то узнать про такого человека будет очень полезно, например, при том же экзамене на карте поляка. Поэтому сегодня я немного расскажу о его судьбе, его биографии, почему он забыт в Польше и как он изменил всю нашу жизнь. Родился Ян Чехральский в 1885 году в небольшом городке в Польше. Это город Кциня. В то время Польша была разделена между тремя империями и город Кциня. Он относился, так сказать, к немецкой стороне. Про детство Яна Чехральского известно достаточно мало. Мы знаем только, что он был восьмым ребенком в семье. До 16 лет он жил с родителями, учился в педагогическом колледже. Но в 16 лет его отец выгнал его из дома. И тут уже начинают расходиться какие-то слухи о нем. По одной из версий, он совершил какое-то хулиганство в школе с какими-то экспериментами по химии. За это его выгнали из школы. И после чего и отец его выгнал тоже из дома. По другой версии, он сам решил уехать и, собственно, переехал в город Берлин. В Берлине Ян Чехральский работал в разных аптеках. Параллельно он посещал Берлинский технический университет, где подтягивал свои знания по химии. И также подтягивал свои знания, так как он не закончил школу. Буквально через год его уже взяли стажером в крупную немецкую компанию. Она называется IEG. В 1914 году Чехральского уже назначают руководителем лаборатории. Он уже пишет научные статьи и уже такая достаточно значимая фигура в науке. В этот момент в Берлине начинается Первая мировая война. Так как Германии необходимо новое оружие, Чехральский занимается в своей лаборатории тем, что ищет новые сплавы, которые помогут создать новый тип оружия, какую-то новую броню и просто заменить те металлы, которые в Первой мировой войне не хватает в стране. И как раз в годы Первой мировой войны произошло открытие, которое внесло имя Чехральского в мировую историю. Как оно точно было сделано, до сих пор неизвестно. Про него ходит очень много разных слухов и легенд, но одна из их самых основных состоит в следующем. Вроде как Чехральский сидел в своем кабинете и перед ним был такой небольшой тягилетчик, такая чашечка с расплавленным оловом. Чехральский там от усталости или случайно уронил в эту чашечку с оловом свою металлическую ручку или перо. И когда он это перо начал тянуть обратно из расплавленной чашки с оловом, за ним потянулся такой длинный-длинный капилляр. И как раз в этот момент Чехральскому пришел в голову метод о том, как выращивать кристаллы. Если их потихонечку вытягивать из расплава такой тонкой-тонкой линии, вот этот капилляр, который тянется за ручкой, он кристаллизируется, и мы получаем чистый кристалл. Ученый опубликовал в 1918 году статью и сделал даже патент на это изобретение, чтобы какие-то деньги получать. Но, к сожалению, за сам метод денег ученый совсем не получил. И метод не то чтобы даже стал популярным, он пользовался там популярностью только в кругу ученых, которые использовали для того, чтобы изучать новые свойства кристаллов. И, собственно, никакой славы на тот момент Чехральскому не принес. Чехральский продолжал работать, и уже после войны его назначили директором немецкого металлургического общества, что было очень большой и важной организацией в то время. И уже работая там, он создал так называемый металл-Б. Это определенный сплав для подшипников, который был нужен в том числе для использования на поездах и на железной дороге. И вот именно этот сплав сделал Чехральского действительно популярным и принес ему уже хоть какое-то богатство. В 1923 году к нему даже обратился Генри Форд из Америки и попросил его переехать к нему на работу в США. Чехральский отказался. И вот здесь тоже очень много теорий насчет его судьбы, насчет того, почему он отказался. Некоторые говорят, что Чехральский работал с немецкой разведкой, а некоторые говорят, что он работал с польской разведкой. И польская разведка не дала ему выехать в Америку, а приглашала его уже переехать обратно в восстановленную на тот момент Польшу. В 1928 году лично президент Польши Масицкий, который тоже, кстати, был химиком по образованию, приглашает Чехральского обратно на родину, в Польшу. Приехав в Польшу, он получает должность руководителя лаборатории в Варшавском политехническом университете. И после чего там же защищает свою докторскую степень. В это время, когда Чехральский вернулся на Польшу, на него обрушилось большое количество критики со стороны его сограждан, потому что многие говорили, что он вообще не поляк, так как родился на территории Германии и долго жил, работал в Германии. Кто-то считал, что он до сих пор не окончил ни одного образования. И это действительно так. Чехральский не окончил ни школу, не заканчивал никакой университет, и образования у него не было. И доктора так просто не дают. Для этого нужно было какое-то образование. Но, несмотря на это, он был все равно достаточно успешным ученым, он сотрудничал в том числе с польским правительством, помогал в создании и разработке новых типов вооружения для армии. И очень много тех денег, которого у него было, отдавал в фонды, где поддерживали студентов для того, чтобы они могли получать новое образование. Он финансировал археологические поиски в своем родном городе Кциня, покупал разные предметы, живописи, искусства и коллекционировал их. Ну и, конечно, помимо этого, он вел достаточно такую публичную жизнь. Он постоянно контактировал с Германией, потому что его жена была немкой, и у него было очень много связей с Германией, за что, в свою очередь, он тоже получал достаточно много критики. Когда началась война, университет, где работал Чехральский, разрушили. Но Чехральский сумел договориться с временным немецким правительством о том, что они помогут ему восстановить армию, а он таким образом будет помогать создавать какое-то различное вооружение, искать новые металлы и таким образом помогать армии вермахта. И этот момент в жизни истории Чехральского является самым спорным и самым сложным до сих пор. Когда Варшава жила достаточно тяжелой жизнью, когда у людей там не было еды, разных там удобств и так далее, Чехральский жил практически привычной своей жизнью. Он также собирал различные вечера у себя дома, к нему приезжали разные немецкие чиновники, он также собирал разные коллекции искусства и, ну, как я уже сказал, вел такую некую привычную жизнь. И, конечно, все это не могло пройти просто так мимо Чехральского, когда война закончилась в 45-м году. Власти Польской Народной Республики заливили на него уголовное дело. Он 4 месяца провел в тюрьме, но никаких доказательств его измены или какого-то сотрудничества так и не было найдено. Но все организации, где он работал, от него отвернулись. У него забрали должность руководителя, институт, в котором он работал, его уволил. Всякие научные достижения его практически сошли на нет. Чехральский, ну, буквально остался ни с чем. В том числе, когда очень долго его публично осуждали, очень многие говорили о том, что Ян Чехральский, когда здесь были немцы, он говорил всем, нет, не называйте меня Ян, называйте меня Йоганн, как бы так, на немецкий манер. В том числе выходили слухи, что он просил у германского правительства медаль за заслуги перед вермахтом. В общем, он буквально стал человеком, от которого отвернулись практически все. После всего этого Ян Чехральский вернулся в родную Кциню. Там он основал фармакологическую компанию Бион, которая производила разные препараты. Одним из самых популярных в Польше, это был такой препарат от насморка с голубя. Он продолжал получать деньги еще с тех патентов, которые у него были, поэтому он продолжал скупать разные предметы живописи, помогал некоторым студентам, как я уже сказал, финансировал тоже исследования в родной своей Кцине и, собственно, продолжал вот такую вот жизнь. В 1953 году Ян Чехральский умер. То, что с ним произошло, по-прежнему также окутано разными слухами. Некоторые говорят, что якобы Ян Чехральский продал свою виллу в Варшаве к швейцарскому посольству и за это получил деньги в долларах. И когда к нему пришла полиция, потому что тогда доллары нельзя было держать, эта польская полиция перевернула весь его дно в поисках долларов. И когда Ян Чехральский все это увидел, у него случился приступ и он умер. По другой версии, какие-то хулиганы нагрубили ему в саду, он за ними побежал, и во время вот этой пробежки у него остановило сердце, и он умер. После его смерти его имя по-прежнему было также запрещено в Польше. Ни в каких школьных учебниках, никаких институтских учебников его имя никогда не упоминалось. Но в это время с помощью его метода американские ученые создали первые такие интегральные схемы. Это такая пластинка из кристалла кремния, на которой много-много транзисторов, и который, собственно, стоит в разных телефонах, компьютерах, фотоаппаратах сейчас. Собственно, если вы помните, раньше компьютеры были огромными, а благодаря вот этой интегральной схеме эти компьютеры получилось уменьшить. И имя Чехральского вошло в мировую историю, как человека, который действительно помог ускорить мировую цифровую революцию. Что удивительно, до начала 90-х годов его имя в Польской республике практически никогда не упоминалось. В начале 80-х польское сообщество ученых хотело восстановить его имя, но им не дали. И только уже в 90-е годы, когда Польша стала независимой от Советского Союза, польское общество роста кристаллов провела курс лекций о нем, где рассказывала, что он сделал, каких вещей благодаря нему наука смогла достигнуть на уже вот это время, его имя начало потихонечку восстанавливаться. Когда про него начали больше говорить, Институт национальной памяти решил провести исследование про Яна Чехральского. Выяснилось, что никакого доказательства сотрудничества Чехральского с вермахтом найдено просто не было. Но помимо этого было найдено то, что Чехральский помогал армии краевой. То есть армия польского восстания, которая также боролась и с немцами, и потом уже пыталась определяться Советом, и он помогал им, помогал им поставлять оружие, но не признался в этом. Польской народной республике в первые годы после войны было запрещено про него говорить. И многие из ее членов этой армии краевую победу с репрессиям, и Чехральский вроде как тоже боялся быть подвергнут репрессиям. Также оказалось, что Чехральский во время того, как его институт работал во время Второй мировой войны, он выдавал фиктивные справки польским ученым, благодаря которым он мог их устраивать в институт, и их не забирали куда-то там в Германию, в концлагеря и так далее. И, как считают биографы Яна Чехральского, вечера, которую он проводил с немецкими чиновниками, были лишь для того, чтобы укрепить социальные связи и как можно проще ему как бы манипулировать ими, чтобы он мог забирать себе поляков в институт работать, чтобы он мог перевозить какие-то оборудования и так далее в свой институт. Поэтому в 2011 году Варшавский университет восстановил его доброе имя, и он больше не считался изменником родины. А 2013 год уже был объявлен в Польше годом Яна Чехральского. На 2000 год 95% мировых кристаллов, из которых делались интегральные схемы, делались с помощью метода Яна Чехральского. Ну, я не знаю, это же почти что список Шиндлера. Мне кажется, про это тоже должен быть обязательно фильм. Напишите в комментариях, как вы считаете. И на самом деле, сколько же много еще имен, сколько много еще людей, которые совершали героические поступки, но про них просто забыли. Мне кажется, важно про них говорить и важно про них помнить. Может, тогда мы действительно будем лучше понимать друг друга без какой-либо пропаганды, и это действительно поможет хоть каким-то образом сберечь мир. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат роликов, хотите ли вы, чтобы мы еще рассказывали про каких-то разных личностей. Оставляйте комментарии по поводу того, что я сегодня рассказал. Ставьте лайк, еще раз проверьте, подписаны вы или нет. Подпишитесь. И все. Пока.